Уже имеется 2 победы у этой пятерки, но сейчас они сделали как минимум первый шаг для того, чтобы победить и в третьей карте подряд. Да, ну и сейчас у нас Ефраги проиграли пистолетку, хотя любят у нас болгары очень брать глаки и разваливать кабину. Но сейчас у нас Астралис потеряли игрокам в зигзаге. Скорее всего, их ксипникса так и есть. Ефраги очень интересный был сплит на Б плент, он сработал и будет ли выбивание от Астралис. У нас Дюпри уже в кичине, хелповать ему будет Каюм с зигзага. Девайс уже пришел на хелпу к Дюпри. Ну и выбивание от команды Астралис, на Форесте падает НТЛ, последний остается Баббл и это раунд очень важен. Очень важен для команды Ефраг, все-таки берет Ефраг максимум, который они могли сделать в этом раунде. Они, не, конечно, бомбу выбили пару Дюпри. Девайсов уже тоже плюс сыграли для себя, но могли, конечно же, брать раунд. Но Астралис, это датчане, это жесткие датчане, которые не отдают просто так раунды. Да, посмотрим Астралис. Действительно, хороший начал в защите. Эта команда играет на Мирже, если не лучше всех, то одна из лучших пятерок вообще в мире. Деми Раш, но сейчас Ефраги за счет установленной бомбы закупается. Имеется 2 АК-47 и 3 Галила от НК Лапанишера из Пайлидера. Но Ефраги будет пытаться забрать, во всяком случае, хотя бы одну карту. Сейчас я напоминаю, что две они уже проиграли против своих соперников из Фейсклан и Темпо Шторм. Но и сейчас тоже проигрывает против своих более именитых соперников. Дюпри действует на голове. Девайс через коннектор. Каюм через Дельпан. Ну и Керриган вместе с Зипниксом по старинке, по традиции своей уже сложившейся, отвечает за выход на точку боя. И пока что без активных действий со стороны команды Ефраг. Уже получили спай лидером 66% и 0 уже. Соответственно, Кэжун Би хотел бы сказать, но Дюпри забирает все-таки спай лидера. Виктор отвечает, но тоже Дюпри действует со своей позиции. Простреливает как он. Четыре хелспойта остаются у нас у Бабла. Каюм забирает НК Ла. Но и Бабл все-таки выход очень... У него произведен через ковры. Забирает Дюпри. Но здесь, конечно же, у него нет никаких абсолютно шансов для того, чтобы вступить в игру далее. И забрать первый раунд для своей пятерки. 3-0. Да, 3-0. И теперь Ефраги проиграли. Девайсный раунд, который они задумывали после взятия второй. Поставили бомбу, обеспечили себе закуп и бездарные его реализовали. Бабл пытается как-то своих тиммейтов изменить ход этого раунда. Потому что 4 хп против двоих очень сложно что-то придумать. Но 3 девайса выбил. Всегда нужно искать плюсы. Молодец. Да. Но... Взятие раунда это еще более весомый аргумент. Но сейчас Зигзага очень вовремя идет к Сипникс и вряд ли пропустит бабла в сторону коннектора. Минус. Да, 3-0. Как и говорилось. Отличный раунд от Дюпри и компании. Ефраги будут пытаться выйти с этой панели. Открытие от девайса. Его АВП выцеливает он. Стендель на команде Ефраг. Нет Панишер уже падает. Ну и четверка из Ефрагов будет действовать под Б. Пытается у нас Керриган, который очень грамотно отходит перед своим оппонентом. Он абсолютно не устрашается. Откидывать гранаты. Дюпри тем временем вместе с Диптинсом. По минусу Баббл и НКЛ на выцеление точки В выходят. У Баббла получается забрать голову Керригана. И это максимум, что он мог сделать в этой ситуации. Падая тоже под натиском Аникса 4-0. И продолжает все-таки, как снежным комом, набирать свое преимущество команда Астралис. Ну Астралис сумеет играть в Мираж. Это карта, которую они очень много играли уже в течение длительного времени. И камбэки они давали на этой карте. Поэтому Ефрага будет сложным, что тут придумать. Вообще Ефраги, я помню, как они играли и на Кэш они хорошо играют, и на Даст они хорошо играют, и на Мираже они где-то даже показывали хорошую игру. Но это вот, знаешь, везде по чуть-чуть и везде по чуть-чуть не всегда прокатывает. Потому что есть команды, которые играют лучше карту, которую ты играешь чуть-чуть. И всегда найдется такая команда. И в итоге сейчас Ефраги на Мираже, ну вот, неплохие выходы. Эти раунды так у них пока и не происходят. Бабл в итоге один против троих. И пятый раунд для Астралис. Ефраги пытаются что-то придумать, но везде датчане их ждут. Везде датчане делают правильные перетяжки. В позициях также играет удобных. И в итоге пока что ноль, говорит, у Болгар. И Астралис пока полностью переигрывает, перестреливает своих противников. Может быть, снайперская винтовка от Бабла, которую он, кстати, не берет. Вот странная, почему Ефраги не дают снайперскую винтовку. Мираж, это карта дальних дистанций. Это и с ковров на Б, и на А, это и на центре постоянной перестрелки. И в итоге Ефраги придерживаются своей стратегии 5 смоков плюс выход с 5 калашей. Ну, посмотрим. Сейчас под Аплэнд как раз-таки готовится готовый выход. Смотрим. Да, раскидка. 4 игрока готовы выходить через яму. Бабл как раз-таки вышел примен и будет играть через ковры. Ну и, возможно, не уверен он в своем АВП. Хотя, знаешь, при таком выходе на точку АВП и не нужно. Сейчас посмотрим, как Бабл выходит у нас НКЛ прямо на... Спрей ужасающий. Просто Адюпри уже ловит еще одного. Паниша тоже падает с сэндвича. Адюпри трипл килл делает. Остается последний Бабл. И это, возможно, Эйс у нас будет. Стан команды Астралис. Дюпри все-таки выцеливает его. И это все-таки минус 5. Бомба была установлена. 5 хп остается у Дюпри. Но это не проблема. Наконец-то мы с тобой увидели Эйс. Я, если честно, не помню, когда мы увидели последний раз его на этом турнире. Никогда. Мы снили Эйсов. На сэндвиче находился Дюпри. Но, тем не менее, съедает как раз-таки он своих оппонентов. Они его 6-0. Астралис просто с нежным... Просто локомотивом целым пробегается, проезжается по команде Ефракнет. Да, но и болгары сейчас не падают духом. Все равно закупаются. И делают попытку сыграть сплитом через коннектор и на плент. Но, по крайней мере, пока так идет расстановка. Вообще, у них расстановка пока будет принимать выход от Астралисов агрессивный. Какое-то занятие от центра, от датчан. Но пока Астралис сыграет дефолтно. Спокойно смотрит все позиции. Никуда не лезут. И болгары пока остаются без какого-то экшена. То есть, пытаются сейчас Ефраги дождаться, пока Астралис начнет действовать. Но в итоге болгары все равно приходится самим начинать какие-то действия. И выходят на Астралис, которые ждут их. И в итоге у болгары мало что получается. Потому что датчане их перестреливают, как уже говорилось. И не получается у болгар сейчас как-то отыгрывать. А Баббл все в своей же позиции через А. Но теперь уже не с такой же позиции, как в прошлом раунде. Пытаются действовать Виктор с Брэд Керриган. Тут же размена от Девайса. Спойлидер тоже пал. Ну и Баббл наконец-то. Его выход был реализован через ковры. Панишер вместе с Вим Тюмета будет действовать через ковры. Через, вернее, яму. Извините, Каем делает минус на выходящем из ковров Баббле. И уже Рейдбосс команды и фраг падает. Но тут уже возраст от Виктора, который делает минус на Зипниксе. И в ситуации 2 в 2 уже Дюпри все-таки исправляет, забирает. И ожидали болгары. Пытаются мансовать против своего оппонента Банишер. Все-таки отлично. Дюпри ставит хэдшот. Ну а Виктор тоже хэдрик от этого парня. 6-1. И наконец-то Ефраги все-таки вступает в борьбу на этой карте Дэймираж. А им это жизнь. Ну и у Ефрага 2-0. Два агента 0-7. Это НКЛ и Спа Лидер. Пока не включились сапсисты. Но фрагов пока не делают. Зато у Ефрагов есть Баббл и Виктор, которые продолжают тащить свою команду вперед. Виктор показал хорошую игру на Инферно. Но, как обычно бывает, один игрок это не команда. И тащить одному всегда сложно. Это не дота. Там нет какого-то жесткого кэрри, который возьмет и убьет всю команду. Это контр-страйк. И надо тащить именно всеми. И сейчас у Астралис Девайс играет агрессивно. Ну, не то, что агрессивно, играет в открытую на шорте. Ефраги же опять ждут действия. Вот ты мог заметить, что второй раунд подряд играет Ефраги. Второй раз они просто сидят и ждут агрессии от Астралис. А Астралис ждут, когда выйдут Ефраги. Вот такое вот состояние у нас происходит. Каждый раунд сейчас Ефраги начинают какой-то рас... ...ходят и... Астралис просто ждут своих любимых противников. На спайлидере заберет одного из своих оппонентов. Ну и отличное открытие от команды Астралис имеется. Но сейчас Ефраги, ты знаешь, как будто в такой позиции, что вот весь сейчас раунд для них упал, вся тактическая расстановка. И они не знают абсолютно, чем же. Все-таки удивить своих соперников. Девайс перетянулся на Домбе и уже выцеливает НКЛ, который готов выйти на объектив снайперской винтовки своего оппонента. Но нет, все-таки фликшот не залетает от девайса. И Панишер забирает этого молодого зипника. На зиге тоже ошибается. НКЛ все-таки его зажимает. Ну и будут сейчас устанавливать бомбу. Во всяком случае пытаться. НКЛ вместе с Панишером, который уже... Кэрриган, Боб. Просто ловит хэршот. НКЛ тоже не... Нит все под натиском Кэрриган. Что он дал этот парень? По-моему, он даже не успел строгировать... Ну, как бы он... Зрители не успел строгировать. У него мозг на автомате сработал. Просто дернул прицел, потом только понял, что произошло. Кэрриган позже... Что творит этот молодой... Ну, уже не молодой. Кэрриган далеко не молодой. Но жесткий. Жесткий игрок. Ну и ее фраги. Форсбайт, три тэкнай... Два тэкнайна цзшка и два калаша. Астрали с ЖМ. Имея снайпскую винтовку, полное обмундирование по экономике. Все равно у них два человека просели. Но это не... Девайсы есть три игрока с экономикой. И фраги будут постараться выйти именно на Аплент, где есть девайс. С АВП минус по Баблу. Пытается правдами-неправдами в Аплент. Игроки команды Ефрага остаются втроем. Против троих спа-лидер цзшкой. Делает минус по Кэрригану. Вот Дюпри. Те время забирает спа-лидера, но и НКЛ. НКЛ пытается как-то с калаша раздать. Остается один против двоих. И в итоге все-таки берет раунд. Команда Астралис. Неплохая попытка Ефрагов. Но все-таки девайс сделал минус два. И не дал команде Ефраг массово выйти на точку А. Да, солидный дефенс. Как и впрочем всегда у Астралис на карте Демнираж. 14 на 2 от Дюпри. Девайс. Снайпер. Команды из Дании. 9 на 5. 7 на 5 от Зипникса. 7 на 6 от Кэрригана. И Каюм пока что 6 на 2. Но в принципе его услуги даже не понадобились сейчас со Страйсом. Для того, чтобы выйти в такой вот отрыв по раунду. Напоминаю, что они победили на первой половине этой карты. Панишерс и компания. На всех пора общаться сейчас. Сверхконнектор. Там Кэрриган стоит стеной. Но тут же Дюпри ошибается. Бабл вместе с полидером делает эти минусы. Ну и пока что ситуация неплохо смотрится для команды из Болгарии. Девайс вместе с Зипниксом и Каюмом. Остается все-таки на своих позициях. Зипникс на высшем линии точки Б. Девайс. А что Николай Риц у нас здесь. На джунглях. И сейчас может встретить спайлидера. И кто же все-таки кого? Спайлидер выползает. Получает у нас уйму дэмэджа. Девайс. Но остается в живых. Отдает максимум по спайлидеру. 3 в 3 ситуация. Будет выход от команды. Ефракнет скорее всего через коннектор. Не решается все-таки они выйти через этот молотов. Конечно же это правильно. Потому что один уж очень красный. Это Виктор. У него 12% здоровья. Который сейчас может очень сильно порешать. Но не после встречи с Каюмом. Зик. Забирает НК Эйла. Ну и Виктор. Который я уже говорил. Очень красный. Попадает в линию стрельбы Девайса. 9-1. Разнос команды Ефракнет. Ну и ты знаешь. Это возможно будет у нас наконец-то матч. Такой как большинство из вчерашних. Очень быстрый. Во всяком случае все пока что так смотрит. Я сейчас заметил такой момент. Интересно сыграли Астралис. Игрок. Который был в джангле. Это был Девайс. Нет. Дюприп он был в джангле. Он сделал вид то что он уходил. Он разбил винты. И начал уходить. А Каюм в на шифте вышел в эту дырку. И сделали фейк. Как будто человек ушел на шифте. Прополз второй в струну джангл. И вот этот интересный муф. Я мог просто вот в такую... Такое замещание небольшое. Но этим временем Виктор делает минус по Каюгу. Размен от Керригана по спай лидеру. Но я опять на Аплэн. Пытаюсь сейчас выпустить Ефрак. Сами себе кладут Астралис смог. Чтобы занять точку. Ну и команда Ефрак. Это шанс для второго раунда. Это шанс чтобы навязать борьбу. Тем временем Девайс попадает по Панюшеру. Наставляет ему очень мало хп. Время взрыва от Керригана и Дюпри включается в борьбу. Девайс. Паспал вместе с Панюшером. 17 хп. Панюшер чуть живой. В яме и со спины идет сейчас НКЛ. Главное дождаться сейчас Панюшеру. Не умереть. С его тиммета минус делает НКЛ. И вот 2 в 2 уже ситуация. Бомба лежит прямо перед коннектором. И тоже интересный муф делает Дюпри. Он заходит со спины к Панюшеру. Который явно его не ожидает. Там увидеть. К Сипникс. Да. Будет заходить у нас через мидл. Сипникс до сих пор на зиге. Ну а Дюпри. Как ты уже отметил. Он имеет ключевую позицию в этом раунде. Наказывает Панюшера. Который даже не ожидал. Увидеть по таймингу своего соперника. Хотя должен был. Ну и последний остается Николай Крустев. 100 хп у него. Имеется бомба на руках. За секретом. Будет она установлена позицию. Также проявляет свою позицию. С коннектора. Зипникс промахивается. Дюпри. Да как ты сейчас просто по... Свою флешку. НКЛ ретировался на Дельпан. И теперь уже. Зипникс находится в ситуации похуже. Если честно. НКЛ на выцеливание. Но по хп. Все мы видим на своих экранах. 44 у НКЛа. 73 у Зипникса. Пытается все-таки давить. С сигареты своего противника. Но НКЛ не дает этому сделать. Ну и сейчас главное не выходить. Про фей... И кует все-таки. Понимает. Это НКЛ. И второй раз все-таки должен выходить. Ну и... Тут конечно же это опыт. Зипникс действительно задергал сейчас своего оппонента. И на второй дефуз он уже должен был выходить. Это десятый. Зипникс отличный клатч раунд. Да, что увидим. Как НКЛ берет к нему. Не попал в спину. Я не понимаю. Как остается... С одним раундом. И сейчас Астралис. Ну должны по идее уже морально. Просадить этих болгар. И я... Не знаю. Я не верю в ефрагов. Вообще не верю. Ну команда... Я думаю, что очень сильный дэмэдж по морали. Как ты уже выразился. Получила после тречи стемпо. Что могли они выигрывать. Эту игру на инферно. Но опять же таки бразильцы там продемонстрировали. Недюжинную волю к победе. И осадили уже тогда ефрагов. Но сейчас просто уже болгары попали под каток датчан. Ну и вы все видите на своих экранах. У нас 16 на 4 от Дюпри. Ну и он действительно хочет выйти с первого места этой группы. И пока действительно очень импортно смотрится команда Астралис. Ну и наконец-то возможно работает тренер. Новоявленный этой пятерки. Зоник, который еще играл в Counter-Strike 1.6. И мы уже очень долго ждали, как же все-таки он будет помогать своей команде. Возможно на этом турнире это у нас и будет проявлено. Раскидка от команды Ефраг. Нет по центральной точке карты Дэмираж. Виктор находится вместе со спа-лидером. Ну а Панишер вместе с НКЛ и Баблом готовятся выйти на точку А через яму и ковры. Дюприт там абсолютно не согласен с этим выходом. Но опять же таки это никак не играет в его сторону. Забирает его НКЛ. Спа-лидер также отыгрался на Керригане. Но тут же два размина от Зипникса и Каюмба. Которые остаются в ситуации. У нас Девайс, вернее, с Зипниксом 2 в 2. Падает спа-лидер. Бабл разменится на Девайсе. И последний вновь у нас Зипникс. Как и в прошлом раунде. 1-2. Но все-таки уже не получается. Стенд-ин команды Ефраг. Нет ставит хедшот и жирную точку в этом раунде. Неплохо. Но опять же таки очень много отдали Ефраги. Ну сейчас все фраги очень хорошие провели раунд на точку А. Несмотря на то, что они потеряли очень много народу при заходе на плен. Они не дали сделать выбивание команде из Дании. И Астралис, посмотри, по экономике просели очень сильно. И вот эти вот раунды, даже взятые Астралисами. Там теряли А4 девайса, теряли 2 девайса, 3 девайса теряли. Там есть раунды по 5. Но есть также и раунды, где очень много экономики тратили Астралис. И бюджет у них нашел такие дырку, куда слились все деньги. В итоге Ефраги сейчас заставили команду Астралис закупиться. Ну и Астралис, если сейчас на этот раунд у Ефрагов есть шанс на четвертый. И даже выйти в более-менее комфортный счет для себя. Потому что все начиналось очень даже плохо. Сейчас же у Ефрагов появляется шанс на небольшой но-комбэк. Да, проигрывала команда 6-0, потом взяла один раунд. Ну и сейчас после катка из четырех взятых подряд раунда Астралис все-таки оклемались немного. Сейчас имеется у них два минуса уже. Ситуация перерастает в 1-4. И вновь зипникс один против всех. Но, конечно же, здесь без шансов. Пытается он действовать через Китчен. И идет навстречу прямо в руки своей смерти. Которая, возможно, будет как раз таки идти от рук спай-лидера, выцеливающего эту точку на окне. Он также бабл. И для зипникса здесь... Максимум, что он может сделать, это выбить какие-то девайсы. Но вы сами понимаете, что здесь должен падать бабл. Все-таки будет его чекать. Во всяком случае, идет на эту позицию. И не промахнется по голове своего оппонента. Это 3-10. И Ефраги все-таки тащат второй раунд подряд. И если сейчас они... А они должны брать этот раунд, потому что выйдет пистолет на Эко от Астралис, то можно, в принципе, выйти, как ты сказал, на счет 5-10. Потом взять вторую пистолетку в защите и, возможно, даже что-то нам продемонстрировать на этой карте. Ну, мы, во всяком случае, хотим это увидеть. Ну, в защите будет намного сложнее. Я так считаю Ефрагом, потому что Астралис, команда, которая играет очень... В плане дисциплины очень жестко. И поэтому атака у Астралис будет целенаправленная. И я не завидую Ефрагом. Действительно, я не завидую Ефрагом в защите. Потому что будут такие вот раскидки массового выхода с фейками. И все очень будет жестко у фнатиков. Почему я хочу фнатик сказать? У датчан. Да. Да, датчане хотят. Хотят и идут 7-мильными шагами к первому месту своей группы B. Ну и напоминаю, что завтра у нас уже ждут плей-офф. Интелл Экстремастер с Катальцем 2016. И еще раз, как и в начале нашей трансляции, хочу вам объявить. Или, может быть, ты это сделаешь. Призовой фонд этого чемпионата. И есть, конечно же, пикантный один момент, который мы потом уже объявим. Так, ну каим, остается один и пара четверых. Ефраги. Они же болгары. Они же ефраги.нет. Беру четвертый. Ну и у команды Астралис есть такой петлеток. Ну и что ты думаешь? Смогут ли Астралис взять одиннадцатый, либо ефраги будут молодцами, умничками, пупсиками, возьмут пятый. И мы тогда посмотрим интересную вторую половину. Она уже будет вторая половина интересная, потому что четыре раунда есть. Четыре раунда вполне достаточно против Астралис. По крайней мере, по игре ефрагов, если говорить по прошлым матчам, сейчас ефрагам четыре раунда это сойдет. Ну, не смотрится, да. Не смотрится. Ну, в любом случае, надо забирать этот. Но, опять же таки, играет не через миддл. И, если честно, не поддерживаю такую стратегию. И, конечно, все-таки сбивает голову. Керригану, который пытался поджать на точку Б. Получается, это более успешно у Сипникса. Это очень больно смотрелось. Я как раз таки смотрел со стороны спай-лидера, выходящего из метро. Я смотрел со стороны Сипникса, и у меня чуть голова нет. И там действительно жестокий килл был от этого парня. Ну, и у нас с вами ситуация четыре в четыре. И команда Ефрагнет все-таки перетягивается под Тодюпри вместе с Каюмбом. И Девайсом. Хочу заметить, что троица из команды из Дании готова к этому выходу. Спай-лидер будет действовать через коннектор. Не получается НКЛ вместе с Виктором Витт. И это уже девятнадцатый фраг для него был. Ну и пытается все-таки после встречи с Тейвайсом. Бабл. Ну и сейчас, конечно же, будут его все надежды разбиты. Попадает по нему абсолютно точно игроки команды Астралис. Пытался он действовать через сигарету. Забран своими оппонентами. Один за четыре. И все-таки Астралис победили с подавляющим преимуществом на этой карте Демираж. Ну и камбэк от Ефрагов сейчас, ну, мало. Мало надежд на этот камбэк все-таки. Это Астралис, это карта Мираж и Атака у Ефрагов. Ну, мораль, конечно, не просядет, потому что, по крайней мере, Ефраги отопытные ребята уже... Ну, не хватает Дриммера, знаешь. Я вот так подумал, все эти несколько матчей смотрю за Ефрагами и подумал, что Ефрагам не хватает Дриммера. Потому что Дриммер это очень жесткий клатчер. Это вот такой своеобразный флюша в составе Ефраг. И поэтому Паниши сейчас не отыгрывают на месте Дриммера. И фрагам вот эта вот потеря сейчас очень мешает брать раунды и брать игры. Да, ну, есть Вактор, есть НКЛ, которые уже сделали три фрага к ряду на двоих. Ну и Каемпи Сидюпре остается в ситуации уже один-четыре от Каемпа. Виктор и этот четвертый, вернее, третий, извините, минус от этого парня. Он все-таки смог стать той стеной, о которой ударилась волна атаки. Команды остались в первом, вернее, во второй пистолетном раунде. Ну и будем смотреть, какие фраги будут пытаться тащить со счета 4-11. Еще раз напоминаю, взяли вторую пистолетку, закупили. Сейчас имеется ФАМОС, три фармгана и один сайленсер об НКЛ. Да, ну и решили все-таки остались тоже купить. Напоминаю, что бомбу они в прошлом раунде не устанавливали, потому можно обзавестись пистолетами и арморами. Есть четыре пустыны Харла и один Тек-9 от Каюмба, который будет пытаться что-то сделать на коврах вместе с Керриган. Девайс также находится в яме. Бомба до сих пор на терраспауне. Ну а Зипникс вместе с Дюпри пытались выцепить на ранней агрессии своих соперников по дому Б. Ну знаешь, насчет этапа нажать. Вот там 20 Дюпри, Девайс 14, 12 Ксипникс. Сейчас встреча по лидеру будет с Керриганом, который перестреливает его. И я вот продолжу пока свои мысли чуть попозже, потому что Дюпри уже захочет из жангла делать минус по Баблу. Также сейчас могут забрать НКЛ, который с кольта делает минус по Керригану. Но Ксипникс пытается успеть к своим тиммейтам с бомбой. Те уже заняли точку, и Дюпри будет неприступным, наверное, в плане джангла. И не даст нам зайти тем противникам на точку. Минус по Виктору, но и остается еще один игрок перед ним. Ой-ой-ой-ой-ой! Добивает все-таки Панишера, боже! Как и так-то? Как и так-то? Один пытается попасть с Фамаса, не попадает, другой из Дегла. Начиная с Прэти, узнаешь Ореол из пуль, наверное, из Фамаса. И мне кажется, что сейчас в Ефраге, а именно, что там, не Микаэл, а Панишер, по-моему, стрелялся. Наверное, сломает что-нибудь, мышку или... В итоге форсбай от Ефрагов, вот это уже психанули. Это называется психанули, форсбай с арморами, это уже звоночек для болгаров. Да, и на Панишер, конечно, уже, ну, во всяком случае, сегодня на Intel Extreme Masters готовится, ну, немного не дотягивает, действительно, до скилла Дриммера. Ну, нельзя сказать, что именно он виноват в том, что команда Ефраг проигрывает. Конечно же, проигрывает всегда команда, но, опять же, такие мини-моменты от него он большинство из них проигрывает. Да, мы видели от него очень уверенную игру на Инферно, там, где он спас свою команду, буквально убив троих своих оппонентов, которые выходили на точку, но после этого уже нечего вспомнить о Панише. Смотрим, во всяком случае, он только что провалился на джунглях, не убил сфама со своего оппонента, выходящего на хэдшот, а уже имеется у нас два фрага безответных от команды. Остались третьим, подкрепляется на это все, Панише вместе с Баблой все-таки делает по минусу, но тут же падение от Бабла от стрельбы высочайшего качества АК-47-го девайса. Каю все-таки набирает Виктора, который делается через джунгли, 13-5. Ну и все смотрится пока что так, что, возможно, даже будет у нас счет 16-5. этой встречи, но я думаю, что так у нас и будет. Хотя, посмотрим. Ну, ефраги, я тебе говорю, как я и сказал, если они даже берут пистолетку, то второй раунд для них становится очень сложным, по-моему, против команды Tempo Storm. Они тоже взяли пистолетку, и у Tempo Storm потом завершили на вайплэнт и развалили кабины. В итоге сейчас Астралис на пути к завершению ефрагов, к завершению пути ефрагов на этом турнире. Если проигрывают ефраги, то они получают уже третье поражение, и в итоге команда вылетает из турнира уже 100%. Там остается сыграть против Virtus.pro, против команды Envys, и это уже, ну, ГГБП. Там эти команды вряд ли оттуда сами борются за выживание. И сейчас у ефрагов ситуация с поражениями только ухудшается. Четвертый раунд для Астралис, и второй раунд был от ефрагов. Болгары очень быстро его сливают, поставили деньги, поставили деньги. Ну да, если быть метафорически, то да, не поставили деньги, то есть бомбу и заработали с этой бомбы после раунда. И в итоге 14-5. Датчане крушат болгар. Чего сказать? Пока что это точно так можно назвать. Посмотрим. Это бай раунд от обеих команд. Имеется у нас опять эмок от команды из Болгарии. Ну и МПшку решил все-таки оставить себе девайс, и это оказалось летально, потому что Виктор его добирает. При агрессии на коврах действует Виктор, и должен все-таки был делать этот хедшот каюб. Вот уже размен от Дипникса. Два минуса последовало, но и Баббл тоже не мочит. Два в два. Керриган и Дюпри против Панишера и Баббл он фаер. Именно так подписывается у нас этот болгар. Рин. Ну что ж. И перетяжка от игрока команды Астралис, а именно Керриган, у которого в руках бомба, капитан идет просто на всех парах на точку Б. Обманул, обманул, обманул. Дюпри дает информацию действительно своему капитану. Ну и... Здесь будет действительно очень хорошая позиция от него, для того, чтобы пресечь перетяжку от защиты под кухню. Сейчас он слышит одного из своих оппонентов на джунглях. Ну и, конечно же, этот будет минус один. И второго тоже должен забирать Паниша. Будет, конечно же, выходить, но прямо в руки своему оппоненту. Скилловухи не хватает. Вот видно, что не хватает скилла у Паниша. Он знает, где находится противник, но он стреляет ему в пузо. То есть он не понимает, в каком положении будет голова у противника, когда он будет выходить с такого-то угла. Дюпри, он, ну, по крайней мере, для меня он поторопился. Он мог бы пропустить своего противника, потом подождать второго, либо забрать первого, который бы входил уже в двери, и второй бы уже подошел в это время. Но он сделал так, как сделал. Это его право. Он победил. И, как говорится, победителя не судит. В итоге Астралис в атаке, я как говорил, не дадут шанса команде Ефрак. Когда ты играешь в атаке, у тебя есть инициатива. И ты можешь сделать, пройти ко мне, что хочешь. То есть ты можешь пройти под Б плент, ты можешь пройти под А плент, ты можешь разыграть через центр. А за защиту у вас сто процентов стоит на Б плент те парни, кто ему стоит на центре, кто ему стоит на А пленту. И постоянно надо растягивать защиту. А так как пятером вышли, разнесли плент, и все, это вам победа. Так и происходит. Сейчас Керген делает минус. Так, ждет минус Дюпри. Пытается бороться еще Баббл. Но в итоге остается один только спа-лидер. Это 16 стран для команды Астралис. И Ефраги пока не готовы. Ефраги. Болгары сливают. Ну, обидно. Обидно за ребят, хорошая команда. Но этот турнир у них не удался.